Лекция на тему информационный раздел. Комната отдыха. В комнате отдыха сотрудник департамента Сан-Фьера может отдохнуть, но не должен превышать 10 минут отдыха, получается. Если же вы нарушили, ну, получается, если вы превысили, вам будет выписан выговор в личный диалог. Кхм, потом. Транспорт по должности. Если вы берете служебный транспорт в своих целях или берете его не по должности, вам будет выписан также выговор в личный диалог. В нашем автопарке есть такие транспорты, как премьер, мотоцикл, ранчер, эвакуатор, форсер, водомет. У каждого есть доступ, получается, доступ разрешимости к нему. Например, премьер доступен с должности офицера. Мотоцикл доступен с должности офицера. Так, секунду. Ранчер СФПД наступен с должности детектив. Ну, детектив, сержант, получается, у нас сейчас в данный момент. Замену сделаем. Наступен с должности сержант, это у нас эвакуатор. Ну, я сделаю сейчас с должности офицера полиции третьего класса. Потом, инфорсер, да, это спецмашина, она доступна только на митингах или ЧС, управлять данным транспортом можно только с разрешения начальника полиции, получается, ну, шефа полиции. Вот, опять же, водомет доступен только на митингах или ЧС. Управлять данным транспортом можно только с разрешения шефа полиции, да? Получается, с разрешения может любой карты, даже и офицер. А, потом, спецрация, вы, например, уже ознакомились с ней, что спецрация это единственная связь, через которую сотрудники департамента Сан-Фьера смогут быстро передавать информацию. В офицерации вы должны сидеть, получается, как только вы заходите в игру, автоматически вы переноситесь в Дискорд. Если людей в данном Дискорде не имеется, да, в канале, то вы просто глушите себя этим, ну, как наушники выключаете, микрофон, и сидите, ждёте, пока кто-то придёт. Потом можете там разговаривать о чём-то, чего-либо. Вот. Получается, в канале, ну, в Дискорде есть у нас канал, как просто SFPD, SFPD Patrol 1, Patrol 2, Академия, в которой вам будут проводиться лекции. Ну, и НФП также. Вот. Получается, рапорт. Рапорт, это доклад, он бывает как письменный, так и устный. В департаменте СФ сержант может оставить рапорт о действиях кадетов в Патруле. Получается, Сержант, получается, вы выходите в Патруль с Сержантом, да, он составляет о вас рапорт, оценка общения с гражданами и так далее. Ну, там, есть, короче, этот. Почитайте на форуме тема такая. Вот. В принципе, на этом лекция окончена.